Здравствуйте, дорогие друзья. У нас, как всегда, в эфире Законный порядок США с детективом Стивом Дудниками. У нас сегодня, в очередной день, в гостях Павел Щенин. Павел, спасибо, что пришел. Привет, как дела? Здравствуй, Стив. Всегда рад тебя видеть. Ну, смотри, мы с тобой находимся, в общем-то, в одной стране, поэтому нам с тобой легче это обсуждать, потому что когда я общаюсь с людьми других стран, они не знают американскую политику внутри кухни. Мы немножко с тобой уже разбираемся. Просто мы здесь живем, уже слышим, мы это все видим. Вот у нас осталось два дня до выборов, пятого числа, сегодня третий. Осталось два дня до выборов, все в напряжении, потому что все понимают, что страна пойдет по какому-то пути. Конечно, понятно, что сильно ничего не поменяется, потому что у нас сейчас есть Конгресс, у нас сейчас есть Сенат, и президент у нас в Австралии в Америке очень многое не решает во внутренней политике. Но внешняя политика очень сильно зависит от президента, в общем-то, насколько я понимаю. И вот сейчас эта вот риторика, которая произошла в последние эти два дня, во-первых, демократы сорвались как с цепи. Они уже позволяют себе нести такие вещи, которые никогда не несли. Они назвали Трампа и его последователи, последователи, те, кто голосует, я за него голосую, назвали фашистами. Его ралли в центре Нью-Йорка, они ассоциировались как в каком-то там году, кто-то собирался, какие-то фашисты, что-то еще, и они тоже с этим поставили рядом. Байден пошел дальше, вообще назвал на всех мусором, всех, кто голосует за Трампа. Конечно, я вообще просто не понимаю, насколько так можно разделять страну. Но реакция Трампа. Да, ну, все так, ну, все в мусоровоз, садил жилетку и проехался. Демократы этого, конечно, не ожидали, и они получили большой удар, насколько я понимаю. И насколько я понимаю, если правда, если можно верить полно, все остальное, если Трамп лидирует на какое-то число впереди. Вот скажи, как ты думаешь, вот твое мнение, вот это высказывание демократической партии, только по отношению, извини, но как минимум 70 миллионов, если не больше, американцев, которые хотят сделать свой честный выбор, что за отношение к людям? Почему такая? Люди же не простят этого, люди же все это слышат. Смотри, давай первое. Все-таки восстановим немножко историю с этим мусором, потому что там история, если просто реконструировать, как она получилась. То есть, изначально, откуда все это взялось? Изначально на одном Израиле Трампа один из комиков назвал Пуэрто-Рико островом полным мусора, пословно Island of Cabbage. Пуэрто-Риканцы – это значимая часть американского электората, их в Америке живет более чем на самом Пуэрто-Рико, и, в частности, 400 тысяч живет в Кенсильвании. О роли Пенсильвании поговорим в дальнейшем, потому что, по сути, на мозгах эти выборы будут решаться в Пенсильвании. Так вот, обстановка состоит так, что, по сути... Ну, короче, это так. То есть, первое тупое высказывание, надо быть честными, было одним из сторонников Трампа. После этого уже Байдена спросили про эту историю с мусором. Ну, сам понимаешь, Байден, скажем так, сейчас не является определенным гением политической риторики, поэтому он ответ, то есть, как бы, сказал то, что... То есть, логика его высказывания состояла в чем? Мусор – это не пуэрто-Риканцы, а мусор – это те, кто голосует за Трамп. На что уже Трамп реагировал со своим мусоровозом. Что здесь сущностное? Сущностное здесь вот этот сам процесс превращения американской политики в очень плохой ситком. Вот я бы ответил вот этот сущностный момент. То есть, с моей точки зрения, ни та, ни другая сторона даже не пытается и не пыталась, и для этого есть причины, пытаться проводить, ну, можно назвать так, политику ответственности, риторику ответственности, разговор с американцами, как со взрослыми людьми. Это мы с тобой обсуждаем. То есть, обе стороны исключительно ведут по вот этому эмоциональному треку. И вот здесь вопрос, какая эмоция, перекрестнет какую эмоцию. Ну, вот эмоция демократов, страх, паника, фашисты рвутся к власти. И это эмоция. Она с реальностью не имеет практически ничего общего. Эмоция Трампа, ну, вот мы такие крутые. У власти рвутся коммунисты, остановим коммунистов. Тоже, в принципе, я бы сказал так. В каком-то смысле Трамп, конечно, больно. Вот его сторонники более близки, скажем так, ну, к истине. Но тоже, знаешь, это очень довольно сильное натягивание совы на глобус. Тем не менее, работает на уровне риторики. То есть, у нас столкнулось сейчас две эмоциональные волны. Именно поэтому так сложно делать прогнозы. Мы не знаем, в какой момент, как у какого избирателя, что переключится с эмоциональной точки зрения. Это создаёт очень большую, разумеется, проблему. То есть, это первое структурное наполнение. То есть, надо просто, как я тут описываю процесс, то, что, к сожалению, ну, для жителей Америки, американская республика окончательно деградировала в демократию. Вот, к сожалению, примерно вот сейчас это произошло. То есть, демократия как раз, как система предполагает вот эти, знаешь, эмоциональные флуктуации масс, эмоциональные флуктуации толпы, манипулирования самыми жёсткими. То есть, если республика построена на идеале ответственного гражданина, который служит в армии, платит налоги и готов вмереть за свою страну, то демократия, она больше построена на вот таких, знаешь, эмоциональных качелях разных групп толп, которые соревнуются между собой за вот получение того или иного, скажем так, магического артефакта. Я бы это даже так сформулировал. То есть, демократы, условно, считают, что вот сейчас мы тут толпой проголосовали, потом мы избираем человека, он решает все наши проблемы, а если он все наши проблемы магическим образом за год не решает, то он плохой. Вот это примерно мышление демократии. К сожалению, американская политика, она деградировала в демократию. Она начиналась как республика. Вот это очень важный момент. Люди не понимают, что Америка по своему генезису не демократия. Америка это не демократия, Америка это республика. То есть, отцы основатели создавали Америку как республиканскую модель. То есть, это должна, повторюсь, была быть модель свободных граждан, землевладельцев, служащих при необходимости в местной милиции, платящих налоги и готовых. Все очень жестко отвечает за свою страну. То есть, американская модель, отсюда вот эта вся система выборчиков, отсюда вся система вот этого сложная система сдержанных противовесов. Это все было копирование опыта. Ну, на новом таке американские сооснователи копировали то, что они прочитали при устройстве Римской республики и пытались вот, соответственно, ее воссоздать. Уже в новых условиях, новые оболочки. Ну, точно так же, как и в случае Римской республики, демократия, точнее, республика, после периода своего триумфа, вот это, кстати, очень важный момент, который люди не понимают из исторических фактов, то, что демократию губит не ее, правильнее сказать, в общем, ее губит не ее поражение, да, ее губит ее победы. Я бы это так сформулировал. То есть основная беда демократии в том, что победив своих врагов, республика, ну, по сути говоря, стала сильно-сильно-сильно хуже дышать. Я могу тебе просто сочетать один отрывок, очень интересный, проорим, а ты можешь тихо посмеяться, что называется... Так, 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 один момент... Так вот, это вот кризис, кризис Римской Республики. Итак. Вооруженные такими средствами римские патриции и верхние... Я сейчас слышу. Возможно, Рим выжил благодаря своей способности приспосабливаться к изменениям и патриотическому духу, который формировался в доме, школе, храме, армии, ассамблеи и сенате. Преданность государству ознаменовала зенит республики, а беспрецедентная политическая коррупция ознаменовала ее падение. Рим оставался великим, пока у него были враги, понуждавшие его к единству, мудрости и героизму. Победив всех своих врагов, республика на мгновение расцвела, а затем начала умирать. Катон восклицал, что все другие мужчины властвуют над женщинами, но мы, римляне, которые управляют всеми мужчинами, управляем нашими женщинами. Вспомните все правила, касающиеся женщин, которыми наши предки ограничивали их распущенность и заставляли их подчиняться своим мужьям. А если теперь вы позволите им снять эти ограничения и поставить их наравне с мужьями, то думаете ли вы, что сможете их вынести с того момента, как они станут вам равными, они станут вашими хозяевами? Женщины добились свободного управления своим преданным, разводились со своими мужьями или иногда отравляли их и сомневались в целесообразности рождения детей в эпоху перенаселенных городов и империалистических войн. Уже к 1960 году до нашей эры Катон и Полибия отметили сокращение населения и неспособность государства собирать такие армии, которые в прошлом поднимались для борьбы с Ганнибалом. Очень интересные вещи. В общем-то, опять же, какой вывод я сделал, вот из-за того, что я прочитал, может, я буду не всем прав, что как только республика перестала обидеть врагов и сделала победу, они просто стали разлагаться. Они просто нечем стало больше заниматься, они стали кушать себя изнутри. Да. Потому что Америка сейчас идет, Америка кушает себя изнутри, по идее, получается. Да. И там дальше начинаются процессы. Начинаются процессы, то, что начинается расцвет так называемых клиентских классов. То есть очень меняется основной, скажем так, психотип жителя. То есть, повторюсь, у тебя гражданин, то есть гражданин, повторюсь, для которого воевать за республику и участвовать в общественной жизни республики, это две, скажем так, ну, неразрывные связи. То есть они вот слито, но неразделимо заменяются клиентским классом, которому, в принципе, ничего не надо, кроме хлеба и зрелища. Вот тебе, в принципе, это все, что происходит в сегодняшней Америке. На данном этапе. То есть я думаю, если говорить серьезно, то, конечно, Америка вошла в кризис республики. И вот здесь, это правда, неважно, кто победит. На самом деле, никто по-настоящему не готов пока еще это решать, но придется. Но со стороны это приводит к тому, то, что вот это, ну, вот это шоу, которое являются нынешние американские выборы, да, оно выглядит очень странно, повторюсь. Оно выглядит странно для наблюдателя, потому что, ну, такого масштаба действительно не было давно. То есть это, конечно, последние 10 лет оно все идет по нарастающей. Но сейчас нужно признать, что обе стороны, конечно, не готовы это делать. Но это только первая половина беды. Вторая половина беды, она более, значит, для нас важна. По сути, у нас сейчас главное, что является сомнением, это готовность обеих сторон признавать итоги выборов. Вот это, наверное, самая большая сейчас неопределенная карта. Потому что в любом случае я не думаю, что кому угодно из кандидатов удастся одержать разгромную победу. То есть, на мой взгляд, все будет очень близко и на уровне штатов, и на уровне общей колени и выборщиков. В ряде сценариев там возможно ситуации, что будет буквально там 272 выборщика на 269 выборщиков. Ну, сам понимаешь, да? Вот насколько это может. Да, и начнутся движения, кто кого не принял и кто что сделал. Да, ты единственный прав, что у нас такая ситуация, что республика начинает кушать себя изнутри, и это очень опасно для республики. Очень опасно. Я уточню, на мой взгляд, республики уже нет. На мой взгляд, Америка уже стала демократией. То есть, на мой взгляд, именно республики как республики уже нет и без перезагрузки государственного определенного контракта, назовем это так, от американского общественного договора в любом случае не обойдется. То, что республики нет, но довольно, вот недавно было очень показательные данные, что там две трети американских молодых людей не могут быть, по здоровью не проходят. Даже если их попытаться призвать, они не проходят службу в армии. В целом, кризис, никогда такого, никогда не было такого кризиса рекрутинга в американские вооруженные силы, как сегодня. Никогда не было такого раскола с одной стороны, и никогда не было такого ощущения общего, вот, заметь, общего, неважно, слева, справа, насколько мало люди готовы отдавать в общее благо, ну, реально. Несколько много они хотят забраться. Да, да, да. И насколько большие ожидания со стороны, вот, кто-то придет, порядок наведет. И, там, ну, под стать либо Трампа, под стать либо Харрис. Опять, как философу, здесь более интересно, что структурная модель, она-то на самом деле одинаковая. Просто одни считают, что вот Харрис придет, порядок наведет, другие считают, что Трамп придет, порядок наведет в массе своей. То есть, я не говорю сейчас, я говорю про себя лично или про то, что самые разные люди. А готовности в этом участвовать тоже особо нет. На данный момент вот ожидание то, что то, что есть просто какой-то злой отдельный там кто-то, то есть, ну, там, и вот если его убрать, то, соответственно, все наладится. То есть, на данный момент американские, ну, общество и политический класс в принципе не готовы вести дискуссию о том, то, что возможно, что в самой американской модели произошли какие-то необратимые изменения, которые требуют серьезной работы. Вот этой серьезной беседы сейчас не готов нести никто. Повторюсь, у Трампа получше, честно скажу, получше в силу наличия у него крыла Джей Ди Вэнса. То есть, Джей Ди Вэнс действительно умен, я смотрю, ну, если смотреть его выступление, это умный молодой политик, он более-менее это понимает, но даже он публично не особо говорит то, что, насколько глубоко он понимает масштабы проблемы. То есть, это вот очень интересно. И я бою, и я думаю то, что остальное крыло республиканской партии не понимает масштаба проблем. Они тоже думают, что в принципе, ну, это просто демократы плохие, а так-то все нормально. Сейчас вот немножко подсваживаем, и оно снова нормально поедет. Почему это важно? Посмотри на предвыборные программы и обещания Трампа. Если реально исполнять предвыборные программы и обещания Трампа, ему надо еще дополнительно 8 триллионов долга, по-моему. То есть, у него он точно так же продолжает рассчитывать на то, что он продолжит печатать долг триллионами. Но это вот одна из таких, знаешь, факторов того, то, что нет понимания необходимости структурного изменения. То есть, было бы, была бы другая программа. Это мы только вот по одному этому маркеру можем видеть. Тем не менее, Трамп, он вызывает, скажем так, я понимаю, почему он на тебя вызывает очень гораздо большую симпатию. И вот здесь это, я просто повторю, наблюдение, которое как раз проявилось в последние 3-4 недели очень сильно. Это гендерный раскол. Это у нас будут первые выборы в США, где ключевой, на мой взгляд, линии политического предпочтения будет не возраст, а пол. Вот это очень интересно, потому что обычно предполагается, знаешь, что это на уровне поколений. Ну, условно, старики голосуют за респов, молодые голосуют за демократов, более прогрессивные, более либеральные. Сейчас, несмотря на то, что есть определенные корреляции с этой статистикой, гораздо больше структурный процесс идет, что мужчины голосуют за республиканцев, женщины за демократов. И вот это очень интересное наблюдение, которого, ну, повторюсь, раньше в американской политике не было. То есть, вот, можно сказать, что демократам, естественно, должны, то, что это их, в кавычках, заслуга, или вина называй, как хочешь, удалось, ну, полностью политизировать половую проблему. Им действительно удалось это сделать. То есть, вот сейчас это действительно стало фактором, причем, заметь, это стало фактором, вот, в том числе, для них очень неприятно. Последние три недели вышло где-то пять роликов, очень таких, ну, довольно плохо сделанных, искренне, где демократы пытались, ну, убедить, что голосовать за Камалу Харрис не зашкварно. Если ты мужчина, голосовать за Камалу Харрис не зашкварно. Не знаю, ты смотрел эти ролики? Да, я посмотрел, но они, мне кажется, на год уже не на них не были. Не-не-не-не, так-то, не-не-нет, конечно, они не действуют, потому что они сделаны ужасно. С точки зрения политтехнологии вот эти ролики сделаны так, что мужчины только еще меньше будут хотеть проголосовать, именно, давай так, точнее, гетеросексуальные мужчины. Вот примерно так это можем сформулировать. Но, тем не менее, это проблема. То есть, политту, что произошло? Технологи демократической партии посчитали то, что, например, они недополучают голоса черных мужчин. Ну, недополучают. То есть, они получают сейчас меньше голосов черных мужчин, чем они ожидали. Поэтому было вот это знаменитое выступление Барака Обамы на тему того, что, как бы, надо как-то мобилизоваться. Где он очень такой грустный стоит и искренне выражает непогибание, почему вы не голосуете за Каббала, она же с вами цвет одной пункты. Кстати, это была большая ошибка Барака Обамы, то, что он делал. Он не помог Алис этим никак. Не помог. Но, я не думаю, что это предполагалось на публику выкладывать. Тут, понимаешь, да, то есть, бездержки интернета. Но для нас просто это показательно, что была зафиксирована на уровне технологии проблема, и они как-то попытались ее криво решить. Разумеется, они решить не могли, потому что эта проблема имеет там 50 лет в Генезисе. Но, например, точно, но это вот будет серьезным фактором. То есть, вот этот фактор полового раскола внутри американском обществе, он, конечно, является, наверное, самым неожиданным. Потому что мы привыкли, повторюсь, расколы по штатам, расколы по возрастам. То, что вот добавился очень сильный половой раскол в США, это действительно новое явление. И вот он, я думаю, на этих выборах себя проявит в полной мере. То есть, вот это надо очень сильно учитывать. Скажи, пожалуйста, вот развал республики и переход в демократию, он начался с первого сока президента Барака Обамы или еще раньше? Ну, если смотреть структурно по причинам, я бы отнес его к Линдону Джонсону. Ну, еще так. Да, были заложены фундаментальные вот эти... Ну, смотри, сексуальная революция от 60-х, программа Великое общество по созданию специальных программ вот этого Велфера тогда же. Собственно, надо понимать, что вот эта вот так называемая проблема афроамериканского гетто, которая стала чумой всех больших американских городов, является прямым следствием попытки Линдона Джонсона помочь чернокожему населению США. Что произошло? Они создали огромные программы социальной поддержки, но в итоге разрушили чернокожую семью. То есть, именно после этой программы началось движение, скажем так, социальной структуры в сторону современности, где 80% детей чернокожей в семье растут без отца. Вот тебе пример. А вот эти все программы, заметь, они же расширялись с каждой администрацией потом. Неважно, демократические или республиканцы. Каждая следующая, даже республиканцы приходили под лозунгами, ну, мы сейчас наведем порядок, но в ней не наводили порядка. Они продолжали расширять государственную вот эту машину, продолжали расширять вот этот клиентский класс. Просто начал и в итоге вот пришли мы сейчас к чему в Америке? То, что началась конкуренция между клиентскими классами. То есть, условно говоря, ты вот эту государственную дубинку на чью сторону будешь прилагать или не прилагать. То есть, я бы относил вот американский крик, вот заложение фундамента для современного американского, то есть, эволюция Республики в демократию началась для меня где-то в 60-е годы. Но вот в чем ты прав? С Бараком Обамой она неотвратимо ускорилась. Вот Барак Обама уже создал современный этот этап, он ее ускорил, когда оказалось бы то, что многие проблемы, ну, давай так скажем, перестали быть предельно актуальными. Ну, то есть, казалось бы, вроде расовый вопрос был решен в 90-е, казалось. Но именно с приходом Обама произошла, вот скажем так, воспламенение снова этого вопроса. И на мой взгляд, да, то, что вот та политика, в которой живет сегодня Америка, она, конечно, вот по многим таким структурным элементам является продолжением политики Обама. Если ты посмотришь, именно Обама провел первую успешную эмоциональную кампанию, именно эмоциональную кампанию, кампанию, построенную на мобилизации меньшинств. Это была его первая, скажем так, большая программа. И демократы тогда ожидали то, что это может работать только в одну сторону. Поэтому они очень сильно удивились, когда, по сути, ровно то же самое, но с другой стороны сделал Трамп в 2016 году. Но вот дальше началось ускорение. То есть дальше просто на каждой следующей четырехлетке происходит ускорение этого процесса. Но если говорить занудно, то да, я думаю, вот реально с 60-х. Очень иронично на самом деле. Просто это очень иронично, потому что, казалось бы, 60-е это пик, то есть вроде разрешили все проблемы, движение за гражданские права, Америка полетела на Луну, а вот многие вещи заложились именно тогда. Это очень интересно. Окей, смотри, Гэш Трамп, я если бы, я голосую за Трампа, потому что я не вижу куши, я вижу. Я голосовал бы за Кеннеди себе, Кеннеди бы. Хотя Кеннеди, он не республиканец, потому что я голосую за человека, а не за партию. Поэтому я себя называл себя трампистом, а не республиканцем, потому что, ну, будучи человеком разумным, я надеюсь, что разумным человеком, наблюдая за Камалой Харрис от начала ее карьеры и за ее вот это продвижение, что она практически сама ничего не добилась, что ее тащили постоянно куда-то ее любовь, небогатые, что она была наихудшим генеральным прокурором Калифорнии, что она же испортила жизнь многим чернокожим, своим соводичем, вот из-за этой марихуаны сожжала налево и направо. Эти секс-скандалы в церкви, когда она ничего не сделала, только покрыла священников, которые были участвовали в этом секс-скандале. Вот поэтому мне, как разумному человеку, как бы, ну, бредит вот такая ситуация, голосовать за Камалу Харрис. И плюс, но в любом случае, опять, мы не говорим, что Трамп идеальный, Трамп далеко не делает. Нет, смотри, вот здесь вот очень интересная вещь, но еще одно вещь отметим, важно на этих выборах. Эти выборы, конечно, это не голосование за в массе своей. Вот это я, если понаблюдаешь за характером политических дебатов, причем, знаешь, очень интересно, что это идет на уровне от федерального до самого регионального, то большинство роликов, большинство агитаций строится «голосуй против». Вот это просто должен понимать. Это выбор не «голосуй за Трампа», это «голосуй против Харрис». Не «за Харрис», «голосуй против Трампа». То есть, это очень важный момент. На самом деле, оба кандидата ведут негативную повестку. Вот это очень важный момент. Согласен. Это очень интересно. То есть, оба кандидата в строгом смысле не предполагают позитивного образа будущего. Оба кандидата, по сути, говорят, что вот «другой катастрофа». То есть, «голосуй за меня и спаси себя от катастрофы». Да? Но это очень на самом деле тревожный звоночек. Опять-таки, это почему тревожный звоночек? Потому что тревожный звоночек в контексте пункта номер два нашего сегодняшнего диалога про признание. Если оба кандидата настраивают свой ядерный электорат на тему того, что другой кандидат это в буквальном смысле ну вот исчадья ада, ну то есть, на самом деле, оба. То есть, это сейчас то, разумеется, твое поражение на выборах, как ты можешь принять поражение в исчаде ада? Ну логично, то есть, если он реально исчаде ада, то как я могу допустить его победу? То есть, вот это создает очень такую взрывоопасную слизь. Вот это очень... Да, если мы возьмем риторику от первой десятилетней данной на выборах между президентами, там обсуждалось совсем другое. Обсуждалось education, медицина, социальная жизнь. Я никогда не слышал, что кто-то кого-то оскорблял, они были настолько все вежливы, настолько... Вот все было по-другому. Сейчас вот мне вот эти выборы, вот честно, такое ощущение, оно противное. А у нас такая... А у нас... И вот они друг друга сядут и какашками друг кидаются, понимаешь? И честно, она вызывает такое отвращение такое к этому делу, действительно. Но что я хочу заметить, что если даже взять Трампа, вот такие вот Трампа и его общение с людьми, и его понимание бизнеса, он хотя бы себе представляет, как оно как бы должно выглядеть. У меня такое ощущение, что Камала Харис вообще не представляет. Может, я не прав, опять же, я твоим мнением другого. Нет, я, наверное, с тобой, ну, опять, умеренно соглашусь. То есть, кто такая Камала Харис? Камала Харис, конечно, это профессиональный бюрократ. Она воплощение профессионального политика, профессионального бюрократа. То есть, у меня вся карьера строилась на этом. И она это умеет делать. То есть, она хорошо работает вот в этой внутрепартийной разборке, там, я не знаю, вот как идти к власти вот в рамках внутрепартийного строя, вот ее страдает ее структура. Трамп-то в этом плане вроде бы выглядит поадекватней, да, то есть, по крайней мере, образ. Но, понимаешь, что проблема, как бы сказать, все-таки его-то основной, не то что архетип, не архетип, типаж, не типаж, он, конечно, для меня не бизнесмен. Прямо тебе скажу, он шоу нам. Очень важно. Его основное, ну, призвание, не призвание, ну, что он делает? Он шоу делает. Вот он делает шоу. Он из бизнеса своего делал шоу, то есть, если посмотреть историю его бизнеса, она тоже очень сильно построена на вот этом шоу-элементе, то есть, брендирование имени и потажница. То есть, там нету такого, знаешь, ну, классический американский бизнес такого, я взял и построил бизнес. Знаешь, вот такой там, ну, не знаю, старелетейщик или железнодорожник или там арсенальщик, ну, то, что взял и там с нуля построил вот такой бизнес. Это не трамп. Он как бы, сейчас это как бы компенсирует за счет маска, то есть, он вот, чтобы вот добавить этот элемент себе в образ, ну, заметь, да, он сейчас активно как бы раскручивает, вот именно, ну, не раскручивает, пользуется поддержкой маска, как бы берет с этого. Но сам по себе, по своему типу же, он, конечно, шоумен, ну, и такой элемент с элементом, ну, давай прямо говорить, у него есть этот элемент, элементом ракетирщика. Такое, вот, знаешь, пригрозить судом, попытаться что-то отжать, вот, ну, это импонирует, но опять, ты должен понимать, это как оно есть, да, это вот, одним людям это импонирует, а других ровно это и раздражает. То есть, например, женщины чаще раздражают. То есть, отсюда, кстати, гендерная тема. Но вот они такие, в строгом смысле, ни один, с моей радикальной точки зрения, ни одного из них, и близким государственному управлению, подпускать нельзя с таким бэкграундом. Да, но у нас там у Трампа есть вен, с кого можно подпускать. Вот. А у Камала Харрис, тампон тонко, то его никуда нельзя подпускать, он уже доподпускался у себя в штате. Вот, я знаю довольно много людей, которые голосуют за Трампа, правда, по этой логике, скрипя сердцем. Потому что Трампа, ну, очень сильно раздражает, именно потому что, ну, вот, по всем разным причинам, но, как бы, скрипя сердцем, будут голосовать за Венса, в надежде на то, что... Потом смотри, что еще меня удивило Камала Харрис, что мне не совсем нравится, она три года была вице-президентом с четырех года, и она, ее не было, не видно, не слышно ее вообще, человека не было. И все четыре года она за Байдена, там, кричала украинными ногами, а сейчас она от него открешивается, она его откидывает, она его отталкивает, и у этого человека, видно, у него есть какой-то такой предатель, где вам удобно, туда я и поменяюсь. Вот сегодня надо, это все, надо вот так сделать, а потом вот так сделать. Ну, давай так, у Камалы точно нет лояльности ни к чему, кроме Камалы, это однозначно. То есть, когда я сказал, что она профессиональный политик, я это имел в виду. То есть, каждый свой следующий шаг наверх Камала делала действительно за счет, ну, за счет предыдущей ступеньки, ну, предыдущего партнера, которого она использовала как степпинг-стоун для движения наверх. А то да, это ее суть абсолютно. Но опять, ты смотришь в глубину, просто я тебе показываю, тебе это звучит более интересно, наверное, потому что, зная твою аудиторию, все негативы Камалы ты более-менее знаешь. Я тебе прямо скажу, и твоя аудитория, скорее всего, знает. Поэтому, мне было интересно показать вот вторую сторону медали, чтобы подсветить общий процесс. Общий процесс, это абсолютно прав соревнования антирейтинга. И вот соревнования антирейтинга предсказать действительно очень сложно. Ну, очень сложно. То есть, по-хорошему, ну, на самом деле, это отдельно, вот знаешь, заслуживает внимания сам факт того, то, что сейчас выборы чистого антирейтинга. То есть, насколько обе партии не смогли выдвинуть кандидата, за которого людям бы именно хотелось голосовать. Вот, кстати, вот это вот самое страшное в Америке, обмельчание политической элиты. Никого нету. Вот просто никого нету, и все. Вот просто, кстати, в России то же самое, никого нету. Поэтому Путину власть. Для меня это... Да, но здесь для меня это отдельное следствие, то, что вот эта модель, повторюсь, просто я, у меня большой есть скепсис в целом, выбранной модели как таковой, да, то есть, у нее есть определенные плюсы, но у нее есть очень большие, скажем так, вот именно общественные издержки, в том плане, то, что тебе требуется очень определенный тип элиты и тип общества, чтобы это работало. То есть, тебе нужно, чтобы обе стороны, допустим, политические партии, согласились не использовать самые простые сценарии. То есть, откуда взялось это обмельчание? Я тебе могу сказать, вот это как раз мы знаем, откуда берется это обмельчание, оно берется, ну уж прости меня, по мере расширения всеобщего избирательного права. Это известная проблема. То есть, она известна, причем в Америке она именно анализировалась. То есть, почему она происходит? Потому что, когда у тебя голосуют относительно небольшое число образованного населения, тебе нужно им аргументы предъявлять. А когда быдло, когда толпа? Ну вот, быдло я тоже не люблю, потому что люди как люди, это не их вина. Ну толпа, будем толпа, будем толпа. Масса. У меня вот научное понятие голосует масса. И далее возникает вопрос, что с этой массой делать? У тебя по-хорошему, как у политика, выбор. Тебе эту массу можно образовывать? Ну, пытаться ее как-то... Или лапшу, она уже красиво повесилась. И вот проблема в том, то, что... Вот просто, чтобы работала выборная демократическая модель при всеобщем избирательном праве, тебе нужно такие политики, которые оба, условно, ну все там, или пятеро, в зависимости от того, сколько основных политических сил, добровольно откажутся от лапшевешивания политического инструмента. то есть добровольно откажутся от эмоционального языка, добровольно... Они не откажутся. А они не отказываются, поэтому... Потому что если один откажется, второй не откажется, он его задавит. Поэтому у них такое пошло, у них уже... Это уже не остановить, это же накатанное, это уже как ком. И это в сто лет. Просто, понимаешь, это вот ты вот заметил десять лет назад, но если ты прочитаешь десять лет назад в сравнении с сорок лет назад, у тебя точно так же будет. А если еще там сорок лет назад, то есть это все понарастающе. То есть проблема в чем? С каждой следующей итерацией все хуже. То есть если этот процесс не остановится, то есть он, наверное, он рано или поздно останавливается катастрофой, но просто конкретных сроков, предсказать, сложно. Ну, допустим, как Трамп, как Трамп, как Трамп, как Трамп, как Камала Хайз, Израиль погибнет через два года. Все, это страшилка. Конечно, Израиль не погибнет. Это и так понятно. Что от того, что прихода, да, будет тяжелее, что для евреев в Америке тоже страшилка. Все, Израиль погибнет, второй Холокост, на всех расстреляют, на всех газовые камеры запустят. Все, Камала нам не нужна. Камал с другой стороны начинает говорить, так, если придет Трамп, придет фашизм, все женщины, допустим, я не знаю, все женщины, один паранжу, ну, к примеру, да. Ну, к примеру, да. И уже не думают. Всех силой заставят рожать. Да, понимаешь, да. И уже все думают, ах, как меня силой заставят, все, все, ну, это из них по-хорошему остановиться. Ты абсолютно прав, это классическая дилемма заключенного. Либо оба останавливаются, либо оба делают. То есть невозможно, чтобы один делал, другой не делал. В чем проблема? На первой итерации, вроде кажется, ну, добавили немножко эмоций. На второй итерации, ну, эмоции побольше, но все еще работает. Где-то на пятой итерации у тебя получается то, что есть сейчас. А на шестой все будут ностальгировать, потому что есть сейчас как-то процесс. Ну, мне кажется, что ящик Пандолы все-таки как или демократы. Вот у меня такое ощущение, этот ящик Пандолы и использование силовых структур типа ФБР. Это другой ящик. Вот, стоп, стоп. Это другой ящик. Ты сейчас другой процесс начал. Это абсолютно право. То есть для меня вот само использование эмоционального дискурса является ключевым ящиком Пандолы. И здесь обе партии, откровенно говоря, вот с 60-х. То есть там и Никсон этим занимался, и Кеннеди этим занимался. То есть Кеннеди был первым кандидатом, если ты вспомнишь, который, по сути, пришел к власти за счет имена не слова, а образа. Он был первым кандидатом, которому очень четко выстраивали банально картинку, чтобы он красиво на камеру выглядел. То есть до этого это не было важно для президента. А именно Кеннеди первый прям активно поработал с телевизором. То есть это вот очень давно идет. То есть это первый ящик Пандоры, такой структурный. Второй ящик Пандоры структурный, открыл Рузвель. Если уж быть совсем... Ну давай, нет. Вильсон, потом Рузвельт. Вот это связано. Вильсон это золотовалютное... Ну короче, это вот федеральную резервную систему сделал. Очень... Ну там отдельная полудетективная история, как они Тедди Рузвельта выкинули, да, и соответственно создал вот эту... Ну тогда, заметь, государство было таким маленьким, что казалось, ну это не так страшно. Рузвельт создал вот эту систему, то, что называется executive agencies. Твои любимые ФБРы, прочее. Ну что важно, он создал... Почему это было важно? Потому что именно при Рузвельте возникла система, при которой исполнительная власть создает, по сути говоря, ну, министерство в обход Конгресса. Это очень важный момент. То есть без санкций в строгом смысле Конгресса. То есть обходным вот этот момент. То есть они же департамент education, он же тоже executive funder создан. То есть очень многие вещи, которые по Конгрессу, в строгом смысле по Конституции правительство заниматься этим было не должно. А оно занимается именно после Рузвельта. Ну, в общем, по накоплению. Вот то, что ты говоришь, это уже, конечно, финальная точка, которая происходит, действительно. Но предполагалось, то, что вот эти agency изначально тем же Рузвельтом, конечно, не будут использоваться против членов клуба. То есть что значит против коммунистов их использовать можно, против фашистов их использовать можно. Ты же знаешь, что в Америке в 30-е там были сильные коммунистические партии, были сильные, прямо скажем, нацистские партии. Это тоже было. То есть вот это, вот по всему этому как бы американский центристский политический класс сказал, но эти радикалы в наш клуб не входят, поэтому по ним можно. Но внутри клуба, разумеется, это нельзя. Мы можем быть там не согласны, но внутри клуба это нельзя. Вот ты абсолютно прав, то, что вот 2020, ну по сути, вот с момента, собственно, после Трампа демократы сорвали вот эту резьбу и теперь можно и против, и здесь. И против своих же, и против своих же, потому что в общем-то да. Потому что смотри, вот я сейчас, я вот к ФБР, раньше я, я много ребят знал с ФБР, я уважал их контору, они хорошо работали, они были непривзяты. В данный момент ФБР это ГПРУ, главный политический управитель демократической партии. И это неправильно. Это жестко неправильно. Очень многие, я знаю, очень многие агенты просто уволились, они не могли на это смотреть, они просто ушли, потому что тоже стало творить ФБР в последнее время. Вот это вот, я помню, это письмо генерального прокурора ФБР, что надо преследовать родителей, которые не согласны с департным эдикейшн, что тех надо, тех надо, но, знаешь, уже нельзя было этого делать. И они сами открыли тот самый ящик Пандора, а теперь они боятся, что ровно то же самое будет проведено. Я тебе страшную вещь скажу, оно же будет проведено. То есть они боятся не в пустом месте. Оно будет проведено в два раза сильнее теперь. Да. И вот поэтому внутри, вот поэтому такое напряжение в обществе. Ты абсолютно прав, что проблема не в том, кто это применяет, а в том, что это в принципе применяется таким образом. Но вот понимаешь, насколько все... Правильно, за историю Америки никогда не было, что президента преследовались такой туфтой, по судам таскали. Не было такого. Теперь сейчас, когда придет Трамп, они все понимают, что они все по судам пойдут. И все, если не расстреляют точно, как расстреляют точно. Понимаешь, очень многие. И они все этого боятся, но они сами это и открыли. Понимаешь? Окей, поехали дальше. Украина. Сильно далеко, ну ладно. Ты знаешь, моя нелюбовь к Зеленскому, потому что я считаю, что... Да. Но, понимаешь, мне сейчас Зеленский, его команда напоминает, знаешь, как вот курица, которую голову отрезали, она еще бегает, прыгает, что-то еще шумит, но она уже не знула. Вот они не знули какие-то, уже все. Мало того, что, конечно, даже солдаты ВСУ уже относятся. Ну, вообще, люди потеряли доверие к власти Украины. Сейчас последнее видео, которое я видел, это ужасное видео, позачья было видео, как парень на велосипеде убегает от АТК-шников, который ловит в армию, и они по нему открывают стрельбу по нему в поводе. Второй парень пытался убежать, и они валят его, как Флорида Наполе, ломают ему позвоночник. Это вот, и тут видео было. Потом они встали и ушли. Вот. Ну, беспределно Украине идет. А Зеленский уже в данный момент, он бегает со своим планом перемога, я называю это план побега, но он уже, понимая свое состояние, понимая, где он оказался, он пытается шантажировать и втянуть Соединенные Штаты Америки, Европы нет, Европа там, потому что Соединенные Штаты Америки в какую-то противостояние с Россией напрямую. И его последние вот эти заявления, он просил ракеты томографа, хотя все прекрасно понимают, но не может ни ВСУ, ни Зеленский томографом управлять, и даже вот только американская подводная лодка, даже американские исполнители, которые это будут делать. Это прямое столкновение с Россией, прямое столкновение. Я понимаю, что американская профессия на это не пойдет. Ни Камана Харрис, ни Трамп, ни идиотов нету. Никаких. У нас вот сзади Куба стоит, где уже, извините, у нас Флорида просто под ракетами стоит. Я имею в виду, ну, ты понимаешь, я имею в виду, если не дай бог, если не дай бог, два стата Алясской Флорида, которые сразу идут под воду, если не дай бог. Ну, если будет что-то такое, вот не дай бог, оно будет, конечно. Но у меня такое ощущение, что Зеленский всем надоел уже. Он надоел уже американцам, он и демократам, и республиканцам надоел. Европейцы что-то там еще как-то ползают, но, а так как у Европы эти два локомотива Германии и Франции, которые сами уже еле тянут всю эту Европу на себе, еще и Украину в НАТО, еще и Молдову в НАТО захотелось, то есть НАТО в Европейский Союз, еще и Грузия, да ну куда, ну просто Германия и Франция они просто уже сдулись, уже они не могут дать на себе вот этих всех наклебников, наклебников. Знаешь, у меня такое, опять же, может быть, я не прав, понимаешь, допустим. просто у тебя очень много, сформулируй какой-нибудь вопрос. Я могу на него ответить. Да, я извини, я после такого национального вопрос, а что ждет Украину и Зеленского от этих выборов, для него что-то поменяется, Трамп или Камала Харрис, или для него уже все, уже для него песня госпеда, ничего не поменяется. ну так, давайте стратегически, конечно, для него лично уже мало что поменяется, Зеленский лично опречен, к сожалению, на судьбу Сикорского в том или ином виде, это исключительно вопрос времени. Ну, Сикорский, это, в общем, посмотрите, Родослав Сикорский, деятель времен Второй мировой войны, вот примерно на это обречен Зеленский, но это в длинную, это очень в длинную, это, скажем так, стратегически, конкретно. Понимаешь? Давай попытаюсь объяснить, как это выглядит ситуация с точки зрения Украины. С точки зрения Украины ситуация на самом деле обстоит достаточно печально, и я попробую заняться неблагодарным делом, то есть это объяснить таким образом, чтобы ты даже Зеленскому немного посочувствовал. А я сочувствую, а вы ему учите сочувствовать? Нет, не близкий мальчик попал непонятно куда. Нет, чтобы мы могли его понять. То есть какая-то была история. Условно говоря, в 22-м году подписали вместе, то есть с его точки зрения, он вместе с уважаемыми людьми подписался на, ну, действительно, большое мероприятие. Большим мероприятием является смена режима в России. То есть надо понимать, что с точки зрения вот заказчиков 22-го года, ну, где-то начиная вот с момента как раз варшавской речи Байдена, это очень важный момент, с момента варшавской речи Байдена. Вот помнишь, когда Байден в Варшаве порой возгласил, поскольку такая была речь в стилистике звездных войн, демократии. Он сбежал из Америки в день президента, когда он уже был здесь, он сбежал туда. Это первый раз бы президент в Америке свалил и давал ездить в другом месте, я помню. И он давал там просто эпическую вот такую речь, то есть свет против тьмы, вот как раз борьба света против тьмы, рай против Адова, ангела против беса. То есть очень такая большая речь. Целью вот этой, соответственно, политики было свержение режима Владимира Путина. Это прямо декларируется, ну, и впоследствии за счет этого свержения каждый из участников должен был получить свое. Украина должна была получить все территории в рамках тех, ну, в рамках ее конституционных границ плюс какая-то безумная куча денег. Условно, поэтому, да. Но все остальные участники должны получить более другое. Прошло два с половиной года и план, все пошло немного не по плану, да. То есть, скажем так, Россия выигрывает войну в силу разницы военных, стратегии разницы военных подходов, а Украину делают крайне. Вот то, чтобы ты понимал психологию Зеленского сейчас, он, в принципе-то, исходит из очень простой логики. То, что, ребят, мы вместе в это вписались, а почему крайними вы сейчас делаете Украину в целом и меня лично. Ну, вот, ты можешь это понять, как это работает. Очень простая психология. И в каком-то смысле его даже здесь, повторюсь, можно понять. Потому что крайним по-хорошему должен быть был не он один. Ну, если вы вместе в это писали. Я согласен с тобой. Извини, я даже помню, когда он приехал в Лондон, его приели в Ми-6, ему же что-то рассказывали. Ну, видишь, Пер и Мэр, это тоже Пер и Мэр среди нас. Ты такой наш человек, мы тебе там Олдин вручим там квартиру в Лондоне. И обманули. Конечно, его обманули. Как и Габачева когда-то развели, в общем-то. Ну, тут, да и так. Тут, скорее, даже не сколько его прямо намеренно обманули, я тоже даже не буду. Как это тут, скорее, вот как, знаешь, как в анекдоте не шмогла. Ну, не получилось. Или как пацан к успеху шел не фартанул. Вот оно примерно так. Но это не отменяет того факта, то, что сейчас вот и со стороны Америки прежде всего, причем это абсолютно правда, не особо важно Трамп или Хамала Харрис, есть большое желание, вот как это, проект признан убыточным. А кем не балится? Ну, списать. Ну, нормально, ты же проводишь венчурные инвестиции, ты проинвестировала в ту или иную, скажем так, операцию. Вот она приносила прибыль. В принципе, Америка много прибыли реально получила. Вы пока загружен, газовые связи Европы с Россией порушены довольно. Америка вошла на рынок. Ну, то есть, не в убыток. Еще и бабок распилили немеря. Ну, в общем, не в убыток. Но уже вот, если продолжать дальше, то можно и в убыток выйти не хочется. А проект не хочет уходить, а проект сопротивляется. А проект, и что-то выступает. Да, потому что как бы шкур-то проекта горит. Это проекты, простите, бьют физически. То есть, как бы, ну, физически. То есть, это действительно трагедия. Я это упрощаю сейчас. Да, мы это упрощенно говорим. Надо понимать, что за всем этим стоит кровь и смерть. Это все очень невеселая история. На самом деле. Поэтому, но тем не менее. То есть, чтобы понимать структурно, как работает мышление. Причем, в этом контексте, повторюсь, американская позиция очень интересная. Трамп же в строгом смысле, он, конечно, сейчас говорит про мир. И он, конечно, говорит, что, значит, реальности я не особо верю в Трампа-миротворца. Ну, давай так. Я могу сказать структурное объяснение. То есть, если ты можешь себе представить, что Трамп уломает Зеленского на выполнении ультиматума Путина, тогда Трамп будет миротворцем. Все остальное... А что ему молять? Оружие перестал давать, бабки перестал давать, инвокий запретил, и все. А вот нет, смотри. А здесь вот это тонкая идея. Понимаешь, в строгом смысле вот Трамп такое сделать может. То есть, он может и не поддержать... Обрезать. Да, именно обрезать. Но в строгом смысле он может сказать как? Мы сделали все, что могли, теперь пусть Европа с этим разбирается, и они сами этого хотят, вот, а мы за мир. То есть, вот это... Встать вот в такую позицию. Лицемерно да, прагматично да. Но сначала, по своей логике, скорее он попробует сделать вот этот свой любимый финтушами, то есть быкануть. То есть, первая реакция Трампа будет, конечно, обыкование. То есть, вспомни, как у него было с кимчанымом. Вот это было архетипическое ведение Трампа в внешней политике. Сначала надавить, то есть, пригнать вот этот... Нагнать шуму, пригнать в кучу флота. А когда ким не испугался, начинать обнимать и начинать вот это. Но сначала будет пытаться быкануть. Поэтому я даже не исключаю того, что... На Зеленский не ким. Нет, нет. Надавить не на Зеленского, а надавить на Путина. Она бесполезна. Ну, Трамп-то этого не знает. Понимаешь, это ты знаешь, а он-то этого не знает. Он же уверен, что он великий переговорщик. Ты должен понимать, что в мировоззрении Трампа Трамп может убедить кого угодно. Здесь надавить, может быть, только на Зеленского, больше не на кого. Вот. Но это будет на следующем этапе. То есть, я думаю, первым этапом он попытается надавить все-таки на Россию. Типа, ну вот, типа, миритесь без бумажки. А Россия без бумажки не хочет. Вот, буквально недавно было опять выступление Небензе, то есть, в Совете Безопасности ООН, где довольно четко опять озвучены минимальные требования России, которые уже не меняются с июня. Да, то есть, я допускаю то, что 5 ноября они могут усиливаться. Я извиняюсь, можно я перебью тебя? Я просто спрашиваю тебя, нет ничего страшнее русского бунта? Ты знаешь, о чем я говорю, когда русские берут вилы в руки. А это было Дмитрий Лжиев. Это как это? Дмитрий Лжиев. Дмитрий был. И много кто было, знаешь? Смута. смута. Поэтому Путин не может делать шаг назад. У него такая смута начнется. Он не объяснит народу, что произошло, почему только людей положили, почему то, почему. У Путина, у Путина самого выхода уже нет. У него или смута, или Украина. Все. Ну или победа. Ну или победа, да. Поэтому я здесь это иду. Но тут надо понимать, что опять-таки надежды с точки зрения западного планирования по военной доктрии НАТО именно внутренний бунт является ключевым элементом победы в войне. Здесь есть. Но пока не работает. То есть за два с половиной года у них это не получилось. Тем не менее. Я немножко многие кусочки пазл собираю. Сейчас буду собирать ведино, чтобы получать. То есть положение в Украине действительно тяжелое. Та модель войны, которую они избрали в результате очень важна опять-таки западного советника. То есть надо понимать, что вот всю стратегию войны в Украине прописали западные партнеры. Опять-таки почему по-человечески понятно раздражение Зеленского? Потому что, ребят, вы нам это все напланировали. Ребят, вы нам тут все понабощали. Вы нам всего кучу понадавали. Вы сказали, что у вас там супер-купер-мега-влендер-оружие, которое вот... Оно не работает. Ну подожди, подожди, Паша. Ну с другой стороны, что Зеленский обещал ответ? Чтобы не было коррупции, чтобы не назвало... Правильно. Он же не выполнил свою часть плана. Вот смотри, вот ты примерно себе представляешь, каким образом проходит общение, скажем так, за закрытыми дверями. Вот предъявление... Извините, я тебя перебил. Это было не... Не, не, это очень хорошо реконструируешь. Это называется мысленный эксперимент. То есть, по сути говоря, вот мы сейчас реконструируем примерную логику, в рамках которого она происходит. Условно, один в них говорят, вы нам обещали это, а другие говорят, а вы нам обещали это. Ну и вот пытаются с этим разобраться. Пытаются этим разобраться. Тем не менее, тоже Зеленскому особо отступать некуда, как ты сам понимаешь. Его вперед ногами ты абсолютно прав. То есть, если он не приносит победу, то в чем у него ключевая проблема? У него теперь любое соглашение, оно будет сравнено с трактами вот этих стамбульских соглашений. То есть, если он заключает соглашение, которое хуже этих стамбульских соглашений, а другого он заключить не может. Он просто не может. То это смута на Украине. Ну, только не смута, а руина попрошу. Смута может быть в России, а в Украине это называется руина. Ну, я не знаю, как называется, поэтому я... Это не просто слово, это разные социальные процессы. Об этом можем отдельно поговорить. Ну да, то есть, в конечном итоге у него будет развал, потому что, ну, вопрос, а вот два с половиной года это что было тогда, если вот мы сейчас вот на это согласились. А два с половиной года это жиды пришли, евреи пришли, а президент, оказывается, у нас евреи начнется. Я просто знаю, как это будет, понимаешь? Сейчас он наш парень, и никто не вспоминает, сейчас он еврей, а значит, это план Израиля. Вот это начнется все, понимаешь? И начнется, мне кажется, что... Это мыслимый сценарий. я здесь, кстати, на удивление с тобой скорее соглашусь, и не в том плане, то, что это возможно. То есть, понятно, что в таких условиях, вот как в фильме «Дежавю», а погромы будут, да? То есть, надо будет срочно сказать, как... И все эти деловые рабаи, которые там сидят сейчас за войну, и все-все, они первые побегут в Израиль, потому что бежать некуда будет. Потому что тут или в Израиль, или на виллы. О чем я до этого и говорил, что... О чем я говорил, я был, может быть, не прав, это было жестко, когда только мне приходила Маша Рутенберг, она адвокат в Калифорнии, и она занимается построением поселений в Израиле, ученые женщины. Это наша забота. А не наша забота, когда славяне между собой разбираются. Потому что, когда славяне между собой разбираются, и разборки закончатся, оказывается, виноватыми евреи окажутся. Вот то, что сделал Зеленский. С наездом на церковь, с наездом на церковь. Ему все это уже вспомнит. Понимаешь? Ему все вспомнит, что он сделал. Ну, будет, это часть 10 народа за него. Вот смотри, очень важно. Это, кстати, мне, кстати, интересно, то, что вот это такой твой еврейский взгляд, он действительно обоснован. Я просто здесь подчеркну важную вещь. Если мы все-таки смотрим на структурный элемент, надо понимать, что это было не дело лично Зеленского. То есть вот не надо тут вот тоже. Знаешь, сейчас в Украине начался очень популярный жанр. Если проследишь за украинскими спикерами, они все начали коллективно изображать из себя прагматика подэкватных людей, которые там вот все очень прагматичные. Просто открути на два года назад. Как ровно те же люди под картами разделенной России рассказывают о том, как они будут там, не знаю, делить российские триллионы. Ровно то же самое. То есть не Зеленский один этим занимался. Это было коллективное общее желание. Просто сейчас вот, вот повторюсь, вот эта матрешка Крайнего. То есть точно так же, как Запад делает Крайнего из Украины, Зеленский внутри Украины пытаются с делом Крайним. В итоге Украина сопротивляется на одном уровне, Крайний быть не хочет, а внутри Украины сопротивляется Зеленский, который тоже Крайний быть не хочет. И ты абсолютно прав. Ему что ему остается? Ну ему остается старая добрая гори, сарай гори и хата, погибать так с музыкой всем вместе, с копом. То есть вот его логика. То есть понимаешь, что за всеми вот этими высказаниями дайте мне то, дайте мне все, оно выглядит как безумие, но если понять вот эту внутреннюю логику, ну в принципе-то она логична. То есть его единственный шанс это эскалация. И единственный шанс Украины тоже эскалация. Ты понимаешь? То есть единственный мыслимый сценарий Украины на победу это тоже именно эскалация и чтобы загорело все. Это там шанс микроскопы. Пример. Представьте, что ты пошел в казино, ты пытался там играть на красное, играть на черное, в итоге почти все проиграло. У тебя остались последние там, не знаю, ключи от дома, ты проигрался уже настолько. То есть ты, конечно, можешь уйти, уйти, да? Но уйти не должен. Нет, у тебя еще есть дом. Технически у тебя еще дом есть. Ну ты просто психологически себе представь, а все остальные в плюсе, надо понимать. То есть есть несколько не в плюсе, в Германии еще сильно в минусе, второй лог во всей этой истории. Но допустим, твои там британцы в плюсе, американцы в плюсе, русские в плюсе, все остальные игроки как-то выиграли, а тут один проигрался. И ты, конечно, мыслимо можешь себе представить, что ладно, фиксирую убытки, иду домой и никогда больше в это казино не пойду. Значит, сам прекрасно знаешь, что люди так не делают. Что они делают? Ключи на зеро. Вот ключи от дома на зеро. Вот что делает человек, потому что это там один к ста, по-моему, это шанс получается. Но хотя бы шанс отыграться, потому что в противном случае ты гарантированно все проиграл. Вот такая внутренняя логика. Ну а Россия за этим со стороны наблюдает и вот крутит свой вот этот каток. И самое же интересное, если мы посмотрим на покойного Березовского, Зеленский слишком много знает и про тех, и про тех, и про тех. Поэтому он живой никому не нужен. Понимаешь? И он это уже понимает. И он уже... Ну и не только он один. Давай так. Там таких людей довольно много. Это вся вот эта группа, которая, шмода, знают слишком много. То есть в любом случае, ну то есть либо победа, либо внезапно подойдется... А победа, а эскалация может привести только к Третьей мировой войне. Другого там варианта нет. Вот они... Вот и у тебя получается, что одним... То есть я просто хочу показать, что их стремление к Третьей мировой, условно, это рациональное безумие. То есть это, знаешь, как у Гамлета. В его безумии есть своя система. Вот я тебе пытаюсь показать, какая в этом безумие система. Ты рассуждаешь со своей точки зрения с побережья Флориды, и твой интерес очень банальный, чтобы к тебе не прилетело ничего со стороны Да, вот тут она... Сколько летит ракета? Вот это 60 километров сколько она? За 30 секунд. Быстрее даже. Я думаю, что на самом деле... Ну, как говорили, мой друг адвокат, я даже не побегу, я сяду, попытаюсь на гитаре полагода сделать. Вот. Ну, то есть, ну, это твоя логика. А там логика совсем другая. Я вот показываю систему в этой логике. Ну, я думаю, просто в итоге мы, конечно, увидим эту эскалацию определенную, но это не... Но к Третьей мировой это эскалация не третья. То есть, просто нужно понимать, что эскалация будет, но варианты Третьей мировой... А ты считаешь, что шансов, шансов к эскалации Третьей мировой, шансов, больше с командой хозяйствами с Дональдом Трампом? Вот это реально очень интересный вопрос. Он зависит очень много от других, я бы сказал, переменных. То есть, я, честно говоря, равнозначно скорее оцениваю. То есть, в базовой сценарии мыслимо для обоих, но, я бы сказал, для обоих равнозначно не мыслимо. Я по-другому зайду. Ты же философ, я по-другому зайду. Вот закрой глаза и представь, встреча на высшем уровне Трамп. Трамп гораздо более сильный переговорщик. Путин или Трамп и Камала Хай. Ты кажешь, что Камала Хай и Трамп после съест. А Путин после съест. Давай так, я тебе в строгом смысле вижу, мне кажется, Путин съест и того, и другого, но Трамп гораздо сильнее. То есть, повторюсь, Путин Трампа уже знает весьма неплохо. Они тоже довольно много. И вот эта его психология рэкетира, она тоже уже известна. Что не отменяет того факта, то, что, разумеется, с точки зрения способности к переговорам у Трампа гораздо больше опыт. Не с Путиным, так с другими. То есть, это однозначно здесь. Камала ужасный переговорщик. Ну, то есть, в этом плане здесь сомнение. Поэтому у меня вот такие ощущения. У меня такие ощущения. Вот я так думаю, у меня такие ощущения и мы будем заканчивать. Мне кажется, что это сделает Трамп. У меня просто такое ощущение, что Трамп какими-то путями заставит Зеленского или уйти и сделать выборы и поменять на другого. Я думаю просто, или самого Зеленского все-таки селеза стол переговоров и Украине придется отдать всю часть оккупированной территории России. России разрушить армию, создать полицейские соединения, которые должны... Что-то в таком варианте. И после этого Зеленского сразу вывезти туда, в Майами. Вот. А что будет делать Камала Харрис? Она тоже попытается сделать что-то к близкому, но параллельно она будет все равно еще накачивать оружием Украину до такого момента, чтобы они не могли перейти к красной линии. Потому что никто эту красную линию не знает. Но все равно будут какие-то поступления, будут идти. Они какие-то знают. То есть, я думаю, эту красную линию она более-менее всем уже понятна. Она будет рассказать. Огонь Украины, но украинцы это дрова в печке в этой будут. Просто будут погибать все больше и больше. Я могу тебе сказать. Мне кажется, то, что вот второй сценарий, который ты описал, он будет как с Трампом, так в итоге. Может быть, с Трампом будет больше разговоров, может быть, будет итерации, может, чуть быстрее, чем медленнее. Но вот то, что ты описал, это в целом, я бы сказал, общеамериканская наследующая конденция будет происходить в любом случае. Почерпнул ключевая разница. Вот даже ты упомянул, заметнее, максимально Трамп как бы может уломать условного Зеленского. Он может уломать в кавычках Зеленского, ну и то, большие сомнения, но допустим, допустим, уломать. На то, что России уже не интересна. То, что России интересно, Путин сформулировал в июне. Я не знаю, почему. Вот, знаешь, меня поражает, это и в Украине, но меня на Западе тоже поражает. Вот все гадают, чего хочет Россия, чего хочет Россия. Все пытаются вот найти какие-то двойные, тройные, пятерные дны. То есть Россия не торговец. Это не страна торговец в строгом смысле этого слова. Россия вполне простая. Вот она, что хотела в 1922 году, прямо сказала, и вот с тех пор оно как бы было не зафиксировано. Не зафиксировалось. Что она потом изменилась. Что Россия хочет сейчас, сейчас очень понятно. Это зафиксировано вот в этой июньской речи Путина. С тех пор ничего не изменилось. Я не знаю, почему в упор, особенно сейчас популярная на Западе игра. Давайте придумаем какой-нибудь план, и который, вот зачем люди тратят премии, я искренне не понимаю, когда минимум, это очень важно, это не максимальная амбиция. Это не вот, знаешь, такой залихватский, это не мрия. Это не то, что, знаешь, а вот хорошо бы было бы, если. Нет, это именно минимальное, что нас интересует. Все, что интересует России сейчас на переговорах, это вы нам это сами отдадите, или нам еще два года вот этим медленным ковхом к этому уйти. И при том, насколько я понимаю, сейчас вот я смотрю уже, что происходит, уже отдают поселки за поселками уже без боя практически. Практически уже... Ну, вроде, ну, судя по километражу, оно действительно ускорилось, но мы не знаем, я честно скажу, не до конца военный эксперт, чтобы там говорить быстро-небыстро, то есть это другие люди пусть разбираются, просто здесь сам важен факт того, то, что вот все эти гениальные мирные планы, причем, знаешь, что этим завлекается сейчас не только Запад, это вот там Китай увлекается, Индию увлекается. То есть смысл создавать мирный план, который России не интересен вообще. Ну, вот, вообще. То есть вопрос, что, то есть даже вот по всем этим гениальным планам Трампа, которые публикуют, опять, это неофициальный, мы не знаем, да, то есть, ну, вот, по слухам, ну, то, что там, это России вообще не интересно. То есть она и сама это возьмет, и для этого... То есть ты правильно сказал, то есть почему возможно эскалация, то есть возможно, какая сценария в этом контексте. Трамп этого не понимания, потому что уровень российской экспертизы в Штатах сейчас ужасный, ну, правда. То есть хуже, наверное, только... Знаешь, хуже... Как это можно... Я вот это, например, сейчас так оцениваю. Хуже российской американистики, только американская русистика сейчас. Вот оно примерно так. Но тем не менее, то есть этого понимания нет, поэтому он, возможно, придет с каким-то планом, который он будет считать, что это прям гениально, там, вот это отщедрот, но который вот любой аналитик скажет, это обречено, потому что это неинтересно. Там попытается сам аккуратно, вот почему я считаю эскалацию потенциальную, сам попытается, возможно, проэскалировать, чтобы убедить в этом плане. Но вот здесь скрывается то... Я тебе сейчас закольцую с тамагавками, в чем проблема. Проблема в том, что сейчас возможности для эскалации со стороны Запада на самом деле очень ограничены с военной точки зрения. практически все, что можно было уже перед. То есть, это проблема не в том, что они не хотят. Это, знаешь, очень популярное сейчас в Украине рассуждение, все поиски того, что Запад-то на самом деле нам помочь может, но зараза не хочет. И вот мы тут как бы бедные мучаемся. А вот понять, что он не может, это понять по-настоящему страшно. Вот понимаешь, да? И вот я думаю, что Трампу, если Трамп победит, а мы еще не знаем, победит. Я вот к вопросу, какой же прогноз? Мой единственный прогноз. Следите за штатом Пенсильвания. Я думаю, то, что вот кто выиграет штат Пенсильвания, в конечном итоге тот выиграет и выбор. То есть, я правда думаю, то, что все... Ну, несколько там штат Пенсильвания, штат Мичингон, и штат Северной. Ну, вот да. Вот по четырем штатам оно все будет решаться. И там все настолько узко и разнорянно вздрю, что вот следите за этими. Но основная идея в том, что кто бы не выиграл вот эти выборы, им предстоит узнать очень много неприятных для себя фактов. И вот, значит, это стадия отрицания, вот принятия. Пока не придет к стадии принятия, ну, оно будет продолжать крутиться. То есть, я бы не рассчитывал вот на такие, знаешь, быстрые... За один звонок решу проблему. Я не верю, что он за один звонок. Я не думаю, что кто-то за один звонок что-то решит. Абаш, ну, давай мы с тобой встретимся после выборов. Это будет интересно очень. Потому что мы с тобой много подразумевали. Посмотрим. Большое тебе спасибо. Как всегда, очень круто с тобой общаться, очень круто. Потому что ты при всем отрицательном состоянии нашей жизни ты очень положительно к этому относишься. В общем-то, даже говоря отрицательные вещи, ты говоришь, это положительно. Вот. Поэтому еще тебе большое спасибо тебе. и до встречи в новых эфирах. Спасибо. Прекрасно, Дмитрий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok